ну что всем привет сегодня хотел вам показать почти в реальном времени немножко конечно по быстрому сделать чтобы не занимать много времени приготовление лосося или форели это форель по албанскому рецепту вот здесь я показываю сколько она стоит в призме я купил такую форель q такую достаточно неплохую на 237 рублей она стоит вот ну первым делом конечно надо освободиться от ненужных запчастей я бы сказал так что это такое это вот жабры к примеру да понятно что рыба она не может быть супер свежая она уже достаточно где-то полежала постояла вот здесь мы на всякий случай затачиваем ножичек и в общем удаляем эту голову она нам я думаю что будет не нужно и в общем выбрасываем разделяем точнее отделяем голову от основного тела или туловище лососика форелечки отрезаем тоже ненужные плавнички здесь очень удобно работать ножницами мне очень это нравится отрезаем тихо вытираем чтобы она так не скользила протираем и получается такой достаточно плохая такая тушка как вы видите очень даже ничего вот слуху горя у нас рыба готова дальнейшем используют после этого мы берем лимончик лимончик режем можно резать на достаточно большие кусочки такие толстые вот но некоторые используют лайм но я честно говорила я мне очень не очень люблю потому что все-таки он такой больно кислый лимон все-таки не такой вот этого это мое мнение я не могу сказать можно лайма видимо брать но я всегда беру лимон вот заталкиваем туда лимон по всей длине внутри наши форельки вот ну примерно вот так вот да получается вот видите практически по всей длине затолкнули туда после этого берем траву траву какая какая была я вот купил у нас перекрестки был укроп петрушка была кинза не было но я думаю что это это нормально тоже сейчас тихо тихо сейчас я помою по-быстрому помыл эту траву можно практически не обрезать с большими корешками тоже делать вот это же туда во внутрь заталкиваем наши рыбы вот получается такая достаточно красивая такая натюрмортина я бы сказал вот теперь переходим к специям берем вот как видите кориандр в ступочку кидаем тмина немного после этого возьмем перчика черного откроем кинем да все на глазок все так в общем никакого такого уж правда супер-пупер развес это не то сколько есть ну как как мне кажется вот так вот соли добавляем туда и перемалываем все это дело я люблю когда все это молится в ступке в такой ступку кстати в ступку не купил на распродаже такая деревянная ну конечно лучше когда это из камня сделано вот перемалываю я не прямо до такой до пыли а чтобы все-таки чувствовался и перец и гряна все-таки были какие-то такие кусочки мне кажется что это более так вкуснее наверно вот после этого добавляем прованских трав ты купил такой пакетик с прованскими травами уж я не знаю где дети прованские травы тут у нас брали и что это за контора может у нас тут еще нити нарвали поблизости но честно говоря пахнут очень очень даже неплохо вот все это перемалываем и тоже начинаем смазывать все бока и места у этой бедной рыбки вот которые но она очень не бедно потому что мы съедим нитры то будет плавать их никто не будет есть вот отрезаем корешки то что дать вот после этого берем такой противень у нас есть есть такая фольга очень мне нравится называется саянская фольга вам саянская будет вот что-то типа такое название такое созвучно почему она нравится потому что она достаточно толстая вот и в общем не прожигается действительно толстая настоящая русская фольга так фольга толстая наливаем смачиваем подсолнечным маслом чтобы кожа особо так не прилипло вот я сделал . травы и руки не пачкать туда же засыпаем соль это будет на одном одной стороне одной из сторон нашего фарыки туда нашу смесь которому приготовили посыпаем солью рыбку еще одну сторону и после этого там не услуга пошла говорю сама уже слюна пошла кидает туда рыбку вот понюхали хорошо пахнет действительно такой запах симпатичный вот посыпаем соли и засыпаем остатки в нашей смеси все у нас в общем-то рыба готова приготовление сейчас загибаем краешки кашки загибаем для того чтобы ну тогда она будет в общем в духовке стоять что все ее сок особо так не вытекал вот все все мы сделали готова у нас рыбка а теперь приступаем ну немаловажные детали это все-таки приправа или гарнир к рыбе по-албански албанского рецепту почему по албанскому потому что у меня есть на один албанец и он постоянно так готовит и я понял что это именно албанский рецепт вот берем соленые огурчики маринованные режем их не очень мелко а достаточно крупно вот почистили уже три луковицы но можно было найти как говорят луком то ничего особо-то не испортишь поэтому окно я взял три клубницы небольшие режем большими кусками чтобы то эти были ощутимые так но зубок не очень уж тонкие такие хорошие кусочки лука режем вот такими большими кусочками все готово у нас вот вот лишь такой лук у нас получился нормально после этого мы кидаем здесь на сковородочку предварительно стали туда подсолнечного масла вот у нас томится одновременно у нас кипятится вода ничего я скажу вам покажу вот все мешаем томим наши наш лук вот сейчас и рассказываем во дворе дождь пошел вроде как уже 5 мая дождь во дворе но у нас конечно в питере погода я вам скажу супер не поймешь утра только было все хорошо вдруг дождь пошел под был снег просто как арида вот но вот это кипящий вода мы кидаем шампиньоны которые купил полно за 80 рублей с не ошибаюсь и купил вот пакетик шампиньон одновременно мы томим наш лук шампиньоны у нас варится лук у нас томится в общем все так достаточно ничего все делается хорошо однишь ну шампиньоны на обычно я варю недолго недолго как только закипят 5-10 минут готова вот у нас готов уже наш гарнир готовим к нему ингредиенты то есть мы туда закинули огурчик малосольный порезали такими достаточно крупными кусочками чесночок вот туда кидаем ну тоже можно чеснок на выпуклых и говорит свои на морской ну три-четыре головочки чеснока на такую рыбину я думаю что хватит мешаем можно поперчить все это дело вот после этого вот у нас 10 минут они только закипела мы снимаем чтобы они не превратились такие жидко в жижу понимаешь такие штучки наши шампиньончики вот готовы лук как я уже говорил у нас томится шампиньона мы с вами вынимаем включая вот клуб потомился уже статус такой хорошенький золотистый стол вот после этого вытаскиваем шампиньоны начинаем их обрабатывать резать на тоже я честно я не люблю жижу я люблю такие чтобы были ну достаточно крупными кусочками горячие что делать ну вот что там черненький но это нормально это ничего страшного нормально нормально шампиньона должен быть там что-то черное внутри я помню однажды видел как их выращивает ну ладно лучше об этом не знать давайте есть шампиньоны вот мы их нарезаем кусочками такими вот ну так не чтобы уж маленький хороший нормальный куски нарезаем лук у нас томится рыба у нас готова для того чтобы бросить ее духовку вот нарезали мы это все сейчас смешаем с огурчиками маринованными и чесночком вот ведь у нас готова после этого мы берем кидаем все это на сковородочку к луку который у нас уже притомился ну вот ставим на маленький огонек в это время берем травочку пушку муравушку которые есть но это петрушка в данном моменте берем сметана у меня была такая уже подустит но не то что подусавший но она не прям сегодняшняя была вот сметану берем берем сливки можно молоко ну вообще-то лучше конечно сливки все-таки они будут пожирнее все-таки почувствовать потому что как правило рыба нас суховатая так все таки вот этот гарнир он дает такой определенный вкус все-таки должно быть не молоко все-таки наверно сливы сливки да все-таки сливки тут если кто-то сливок налил травы и все это заливаем можно конечно майонез но майонез не хотелось бы ну в принципе можно и майонез забросить туда вот мы делаем такую тоже не очень много не надо чтобы превратилась все в жижу грибы а так на вильнике огни стоят не стоит все стоит ну вот все скворчит вот берем рыбку закидываем ее духовочку ну где тот я ставлю на восемь на восьмерочку а вот она уже готова поставила на где-то 35-40 минут я не люблю чтобы рыба была прожаренная все выставляем на стол вот у нас получился такой гарнирчик и тихо-тихо употребляем вот такие дела всем пока всем привет приятного аппетита это была форель по-албански а